Добрый вечер всем! Сегодня открываем сезон нашего старшего традиционным музыкального клуба. Кто помнит в прошлом году какие были у нас концерты, тематические встречи? Кто может вспомнить? Черни. Был Черни первый концерт. Как он назывался, помнишь? Наш друг Черни. Второй концерт кто помнит? Полифония. Полифония. Золотой век Полифония. Помните, там вы играли перифонические прессы? И последний концерт весной мы закрывали музыкальный клуб года. О чем рассказывает музыка? Я не задавала вопрос заранее, я хотела услышать, кто помнит. Вот Эмилия, конечно, отличница, она все помнит. Сегодня второй сезон нашего музыкального клуба. И посвящается он Александру Федоровичу Герике. Все пианисты самого первого класса, даже начинающие, знают Герике. А мы сегодня постараемся вспомнить и рассказать какие-то интересные истории, чтобы этот композитор стал для вас близким, знакомым. Ведь программу мы назвали со Светланой Владимировной как наш верный друг Герике, наш верный друг. И еще маленькое такое название, уже такое подназвание, это штрихи к музыкальному портрету. Какого музыканта? Удивительного музыканта. Удивительный, потому что вся его жизнь, все отдельные даже какие-то фрагменты его жизни, они удивляют. И они, конечно, могут помочь нам всем что-то в себе изменить к лучшему. Вообще это удивительный образец. не только для учеников, но и для нас четырех. Я не представила, но мы все друг друга знаем. Конечно, здесь представлен класс Светланы Владимировны Хальковой, класс фортепьяна. Светлана Владимировна является инициатором конкретно этой темы. Я представляю сегодняшних участников, все, конечно, вас знают, но тем не менее, класс фортепьяна Светланы Владимировны Хальковой. Светланы Владимировны можете поаплодировать своему преподавателю. инициатором этой идеи, это и темы проведения концерта, посвященного Детике. Так что, большой респект вам. вот мы меня знаете я преподавать теоретических предметов дети вы знаете что он композитор но он еще выдающийся органист русский выдающийся пианист профессор московской консерватории доктор искусствоведения народный артист российской федерации я думаю мы начнем сейчас музыки а потом я буду вам рассказывать какой он был в жизни как он занимался с учениками пожалуйста первое у нас сочинение это медленный вальс старикова вена а 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 спасибо и она очень захотела принять участие выучил специально для концерта и наизусть за полтора месяца вот эту небольшую пьеску птики спасибо молодец но это правильно если он учиться музыкальной школе он замотивирован совершать такие усилия и участвовать во всех мероприятиях постоянно что-то получать новое поэтому ты все хорошо сделала наоборот подражали тебе и видели что это все реально и все это достижимо и более сейчас мы будем разговаривать вспоминать по каким фрагменты жизни и вы поймете что что вектор развития лены стариковой совершенно вот идет в русле так сказать действий и тодики едики так что такой был как обычно встречает парнюшки и проражает сначала мы поговорим о том какой он был жизни наверное интересно он был высокого ростом очень крепкого сложения такого богатырского у него была пока актуальство он ходил неспешно и торопливо с тросточкой господин у него были карманные часы и он с цепочкой он часто теребил эту цепочку когда думал размышлял ну в общем не такая была привычка голос у него был как вы думаете какой такого человека может быть низкий 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 красивый мягкий вас говорю неспешно очень судительно степенно и только друзья и наверное его ученики близкие говорили что это внешний вид на самом деле душе он был очень чувствительный очень тонкий очень деликатный вот если мы выбрали вальс кривой вальс что такое вальс вальс это романтизм это романтика это нежность вот и вальс он открывает его так сказать что в душе у человека в душе вот он такой очень тонкий эмоциональный импульсивный импульсивный это что такое чувствительный очень подвижный подвижное чувство у него и мы специально решили открыть это нашего мероприятия вот именно вальсом вальс он еще что ну вот это нежность а здесь еще вальс был какой характер вот еще характер вдумчивого степенного такой немножко раздумья вот такой характер его музыки и сегодня слова гораздо меньше скажут чем вы услышите в музыке я постараюсь как-то при открытом это восприятие и я думаю что действительно он становится нашим не просто другом нашим верным другом александр федорович еще один момент учениками он занимался очень деликатно внимательно требовательно ученики его любили и никто за все время не болели профессора консерватории не ученики ни разу не слышали резкого другого слова он был очень пунктуальным всегда вовремя посещал занятия приходил и никогда даже если он болел все равно посещал никто не мог его уговорить пойти домой лечиться ни разу не опоздал ни на одно занятие за всю свою долгую жизнь а прожил он 80 лет и еще несколько месяцев представьте себе не под не опоздал ни на какое занятие на какое собрание ни на какую там не на кафедру ни на какую встречу за всю свою жизнь вы представляете какой он был чуткий окружающим чтобы его не ждали чтобы он никого там не обеспокоил и чутким к себе потому что он себе выработал а позже скажу в конечном счете что же он построил своей душе чтобы вот таким стать вот такие качества которые все все нам доступны на том числе чтобы вот таким относиться к тому что его окружает окружает и еще окружала как у нас всех природа например он был чутким домашним шпором он их любил в доме у него проживала около 12 однажды он по улице шел и увидел собак покалеченную собаку взял себе домой он вылечил и с другом силу кошачьей семьи вот такой был дети там окружающей природе относится птицы его все любили утрам всегда он прежде занятия он всем поэтому как только дети появлялся светались ему все все птицы которые там были ну и конечно он был очень чувствительны вообще природе столько только не такой внешне там показали и чувства у него такие строгие он только многие ученики давали начиналось довольствие весна ему только первую почву виду на то есть вам очень сентиментально в этом смысле и очень чутко очень так нежно все воспринимал в то же время сильные такие были чувства поэтому ваших пьесах музыки он гораздо больше всего это выражает и сейчас мы послушаем идет миниатюру я так и назвала вот здесь есть некая картина из переживания самого пьесах музыки великих пожалуйста а 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 и а а а а а а а а Играет музыка Играет музыка Играет музыка Бах Играет музыка Барокко Именно та, которая звучала у нас во втором концерте в прошлом году в нашем музыкальном клубе Несмотря на то, что он таких вот академических традиций придерживался, полифонической музыки, но он же был еще и органистом замечательным Он был чутким и открытым для новых верений А новое что было в то время? Он прожил, вся его активная деятельность была в первой половине, первые пятьдесят лет прошлого века Он ушел из жизни в 1957 году Ну а родился в 877 году И вот он, Прокофьев был и Шостакович Это были новые композиторы того времени Новые И что? Как он относился? Он очень их любил, он их поддерживал То есть его образование, его таланта, его чудости И хватало, чтобы понять эти нововведения Хотя каких-то других он не поддерживал Почему? Потому что для него важна была осмысленность Осмысленность То, о чем он хочет сказать Если это осмысленность есть, а это, ну, только, наверное, вот такой чуткий ум музыкальный услышит Он это приветствовал всячески А если же нет, просто новаторство ради новаторства За которым тот автор прятал свою просто бессмысленность Не глубину Ну, ни о чем Ну, только какие-то приемы Это было, если я слышно, это понятно И, конечно, здесь он никакой деликатности не был Он был категоричен, очень резок и честно искаживал свое мнение Если это было неинтересно и бездавно Вот такой был принципиальный человек Как он занимался со студентами? Конечно, он воспитанный и он представитель русского пианизма А русский пианизм у нас в основе имеет все-таки локальное начало писанное Ну, как профессиональная музыка, да, родилась из вокала И помните, в первом каких-то резкости, грубости В фатопианной игре его любимое выражение было Не дубас Поскольку он много занимался народными обработками народных песен В народном силе он говорил И все было понятно Если ученик начинал грубо что-то играть Не дубас, не дубас А если он начинал там что-то такое в каком-то Он пребывал в какой-то такой спячке Ему нужно было его там как бы растормошить Он там что-то играл там И он, когда говорят, не размусуливая Его выражения такие Вообще, на самом деле, когда он занимался со своими учениками Он ведь мог насвистывать Он ходил, он дирижировал Он постоянно был вот в игре пианистом Он жил этим У него было сразу несколько функций Вот он посвистел, подирижировал Напел тут же еще И вот еще сказал некоторые слова Такие вот в таком польдерном характере Я сейчас приглашаю Соню Галитина Который исполнит тоже и тут И тут марш Кстати, почему марш мы выбираем? После этих слов мы выбрали марш Подождите секундочку Потому что марш это что у нас? Марш это символ энергии Символ движения Символ собранности Когда все группы двигаются К какой-то цели Четкой цели Вот собственно говоря Поэтому После такого рассказа Какой он был принципиальный И чуткий Мы решили, что Вот здесь как раз подойдет Такая музыкальная характеристика К портрету Гелики Тут марш В исполнении Соня Галитина Пожалуйста Это парень Она И там Варка Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» и есть больших монументальных произведений, оркестрологов. Но именно эти произведения по каким-то причинам редко исполнялись. И в силу своей деликатности, он ведь был большим человеком, вот все перечислили этот цветок, но в силу своей внутренней такой деликатности, не воркости, а именно деликатности, чтобы он как-то не обидит никого, он никогда никого не просил, лишний раз исполнить его произведения. И очевидно его, это же самая душа. Тем не менее, он оставался уверен как бы своему внутреннему кодексу. Сохранял какую-то благожелательность. И вот один случай. Есть такое имя, запомните, это тоже пиамид, известный, тоже профессор в консерватории Бейден Рейкзер. Они были друзья. И он мечтал научиться рыбачить. А Гетике был заяд рыбакой. И однажды так сложилось, они смогли пойти рыбачить. И Гетике дал несколько уроков в этом видео. И вот тут с первого раза, там, больше десятков, кто наловил рыбашки. А Гетике, который заядывал рыбак, как ни старался, ни одной не поймал. И он, очевидно, внутренне, вот эта нам сторона, оказывает его внутренние сильные переживания, которых никто не догадывался в таком вот эпическом внешнем виде. Потому что психур, он не стал рыбачить. Он перестал вообще заниматься рыбалкой. То есть это его сильно, видимо, как-то потрясло. Можно сказать, да, что, может, у него еще какие-то были философские, мысленные, вообще, я не знаю. Но с тех пор он не подал виду. Только потом, как бы, оглядываясь назад, сопоставляя разные факты, вдруг это поняли. И поняли его, так сказать, отношения. Не потому что он не хочет. Что-то происходит ли в таком? Это к тому, что я провела эти же параллели с исполнением его крупных симфонических произведений. А сейчас прозвучит танец. Молнов Сава исполнил. Кстати, почему танец после этого сюжета? Почему танец? Танец – символ чего? Тоже движение. То есть, давай, в отличие от Маши и выходи. Выходи, пока я разговариваю. Потому что, в отличие от Маши, вот тоже движение, но этот танец, он что? Он дает, приносит радость. Это символ радости – танец. Движение коллективное. Вот это состояние души, несмотря на такие два события, я их провела, одинаковые, они характеризуют отношение вот к таким явлениям, казалось бы, касаемым лично Гедики. Вот эта рыбалка, да, и вот его произведения, которые также не удавалось исполнить. То есть, малоисполнение, хотя могли бы больше. А танец – это, как бы, характеризует его отношения. Он не драматизирует эту историю. То есть, он умеет, он владеет своим внутренним миром настолько, что он продолжает жить и общаться с окружающим миром вот в такой ноте вот такого движения, легкого. Вот это что-то такое. Давай, несмотря на то, что удобно. Музыка. 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 Аплодисменты 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 учите побольше дима пожалуйста исполнить песенку кстати песенка песни подожди что символизировать песня дима опусти пока есть такое выражение вы слышали дима ручки опусти пока душа пойдет песня она что это звуки души вот слушайте какая душа у александра федоровича едики он через песню обращается к вам пожалуйста а 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 и а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Отец тоже служил органистом, три поколения уже, в Москве, потом в католическом храме, еще он был пианистом, служил в Большом театре, преподавал в Московской консерватории специально фортепиано. Вот как думаете, зная и изучая музыкальную литературу, кто был первым учителем музыки гельки? Папа? Папа, конечно, папа. Папа, отец стал его самым первым учителем. Он был одновременно и на кортепиано, и на органе. И так успешно, что уже в 12 лет... Кому в 12 лет? Поднимите, Рома. Кому? Ну кому? Уже исполнилось. А что, все меньше 12? Нет, все маленькие. Ну понятно, значит, смотрите, у вас все есть. Все маленькие. В 12 лет он уже заменял папу на службах в церкви, как органист. Он играл на органе в 12 лет. Представьте себе, да? В 15 лет он поступает в младшие классы в Московской консерватории и заканчивает спустя 6 лет консерваторию на золотой медаль. А в 13 лет он стал лауреатом международного конкурса имени Антона Робинштейна в Вене, где он выступил одновременно и как композитор, и как фианист. Вот так. Стал лауреатом. В 13 лет. Ну, из произведения я уже сказала, что он один из выдающихся, пожалуй, самый выдающийся органист в России, русский органист. И он сыграл все органные сочинения, он на органе сыграл в Московской консерватории. Все органные сочинения Баха. Вот все, что есть у него, все это исполнилось. Ну, и, пожалуй, да, вот свыше 200 концертов он дал на органе. Вот представьте себе, да, такой масштаб. Ну, и, конечно, я хочу сказать, что вот его творчество очень огромное, понятно, есть органы и симфонические сочинения, есть 4 опера и так далее. Но для нас самое важное сейчас, это вот именно его огромный, да, еще много этих самых обработав народных песен, русских народных песен, но вот огромный педагогический репертуар. И, почему он, в общем, его играют так много? Знаете, есть такие вот сведения, что он старался, перевоплощался, как бы, мальчика, девочку, для детей, когда он писал, не просто он там набирал там в руки какие-то и написал, неформально, он как бы перевоплощался в них, старался, интересовался этими интересами. То есть, как бы прожить крохотную маленькую жизнь какого-то там ученика. И так рождалось каждое его сочинение. Вы помните, что вот все, что вы играете, это, как бы, прожитая маленькая часть жизни Гелик. И он сам так говорил, по-другому он не мог. Он вникал в интересы детей, он вникал, о чем они думают, о чем они говорят. То есть, его это очень интересовало, по большому счету, вот по-настоящему, искренне серьезно, поэтому вот так много написал для детей. Пожалуйста, этюд миниатюра Юния Федорова. Ножки на пол, ножки на пол, чуть вперед. Субтитры создавал DimaTorzok 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 фриотистка концертных деятелей она исполнит два фрагмента из музыки едики фрагменты подобрали так чтобы они музыкально больше о чем я говорила словами музыка всегда гораздо глубже и вы почувствуете это состояние это настроение может какие-то слова вы сегодня не поняли что я говорила может что-то там айки было понятно но сейчас вы это поймете слушаем первая пьеса небольшая называется раздумья такое раздумья как правило у человека когда думает погружен в какой-то какое-то решение она немножко такое напряженная раздумья получается а вот здесь дети сам по себе характер музыки там еще в стенде сказано с воодушевлением неожиданно подвижно то есть это дома вот такой он был внутренне он думала думалось ему легко он думал светло и легко вообще-то был удивительно позитивный человек как он воспитал сам себя таким образом чтобы стать вот таким перекатным каждому если какой-то человек и вот так он даже не знакомы испытывал там нужду проблем и так далее он сразу же старался не смотрю на свою занятость он помогал помогал делами советами помогал материально обязательно то есть он спешил всегда на помощь о своих делах и каких-то проблемах он не говорит то есть вот как он так себя воспитал терпеливо тонко и самое главное позитивно вот с миром окружающим он был дружим и вот второй фрагмент это фрагмент финала соната для скрипки мы сделаем он как раз вот эту нам светлую сторону его жизни и показывает а что там там взаимоотношения композитора с временем время как вот существующие время там на часах а как жизнь как она отчитывает на минуты там свой пульс времени есть как кто-то драматично воспринимают у кого-то это время стрессе каком-то все время ему поджимают что-то так вот с временем едики свои установил в отношениях он себя так воспитал что время стало для него дружественным дружелюбным и вот эта картина вот это состояние его души это показывает там умиротворение там гармония вы услышите это движение времени этот пульс и все растворяется знаете как на картине есть картина и есть рисунок потом растворяется растворяется свете свете гармонии и времени вот такая что-то мы услышали мои слова как музыку я понимаю но сейчас будет музыка а 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Будете играть и постарайтесь себе, я точно постараюсь, себе какие-то вот такие качества, да, светлые, к себе и к окружающим воспитывать и излучать их вот в окружающий мир. На сегодня мы так красавицу. Спасибо, спасибо. Субтитры подогнали Симон.